Как ты думаешь, возможно ли в 2К19 существование игрового ноутбука без RGB-подсветки, агрессивного дизайна и всего вот этого вот? Возможно ли тащить во всякие Доты и Фортнайты, когда все вокруг не переливается всеми возможными цветами? Оказывается, возможно! Сегодня у нас на обзоре игровой ноутбук Lenovo Legion Y530. Честно скажу, у меня небольшой опыт игры на ноутбуках. Я всегда считал, что если хочешь играть хорошо, чтобы тебе ничего не мешало и ничего не отвлекало, собирай игровой компьютер. Но сегодняшний гость в нашей студии имеет все шансы переубедить меня. Первое, о чем хотел бы сказать, дизайн. Legion Y530 не выглядит, как большинство геймерских аксессуаров. Дизайн довольно строгий. Я думаю, даже если прийти с ним на деловую встречу, взгляды вокруг будут скорее завистливыми, а не осуждающими. Единственный светящийся элемент на крышке это вот этот вот символ внутри буквы О. И вот нравится мне эта лаконичность. Такой дизайн — выбор серьезных геймеров, а не людей, вопящих в микрофон в Фортнайте. Обращаю на себя внимание порты, расположенные сзади, а не сбоку, как это заведено у обычных ноутбуков. С одной стороны, странно и непривычно. Я привык, что когда я за ноутбуком, все под рукой и никуда не нужно тянуться, чтобы подключить новое устройство. С другой стороны, я понимаю, что когда я буду играть, все эти провода будут мешать мне под рукой. И в этом смысле хорошо, что они спрятаны. К тому же, игровой ноутбук подразумевает под собой долгое нахождение в одном месте. Ты к нему подключаешь монитор, мышь игровую, возможно, клаву. И все эти провода, будь они под рукой, действительно мешали бы игре. Ну, а если все-таки хочется подключить что-то, не разворачивая устройство, по бокам есть два разъема USB 3.0. По портам сзади USB Type-C, мини-дисплей порт, еще один USB 3.0, HDMI, Ethernet, зарядка с таким вот интересным, но типичным для Lenovo разъемом. И вот это вот. Ты знаешь, как называется этот разъем и для чего он нужен? Я до сегодняшнего дня не знал. А называется эта штука замок Kensington. И если купить специальный замок для ноутбуков, то вставляешь его сюда, другой, конечно, приматываешь к чему-то крепкому, и все. Никто твой ноутбук никуда не унесет. Я этим пользоваться вряд ли буду, но узнать было интересно. Слева разъем для наушников. Хорошо, что он ближе, чем USB, потому что иначе провода от наушников цеплялись бы за флешку или что-то подобное. Поднимается крышка одной рукой, все очень просто и плавно. Люблю такое. Экран здесь достаточно тонкими рамками. Диагональ экрана 15,6 дюйма. Здесь IPS-матрица, выдающая Full HD картинку с максимальной частотой 60 Гц. Четырехъядерный Intel Core i5, 2,3 ГГц, 8 ГБ оперативки, HDD на 1 ТБ. Видюха здесь GTX 1050. Это у нас здесь самая простая версия из достаточно большого модельного ряда. Есть версии с i7 и GTX 1060, если хочется больше мощности. Но сегодня потестим этого красавца. Заявленное время автономной работы 9,5 часов. Батарея здесь 4645 мА. Сейчас она заряжена почти полностью. Посмотрим, сколько останется к концу обзора. Здесь пластиковое покрытие, софт-тач. На ощупь очень приятно. Да, немного пачкается, но нечего есть в баурсаке перед компьютером. Тачпад смещен влево, что некоторым может показаться немного неудобным. Клавиатура, как и положено, с подсветкой. Lenovo последователь в дизайне этого устройства, и цвет подсветки не меняется. Строгий белый свет. Клавиши очень удобные. Ход мягкий, но четкий. Ты вряд ли ошибешься в нажатии. Нам панель, как и положено у игрового устройства, на месте. Веб-камера находится снизу из-за того, что хотели сделать тонкие рамки сверху. В целом, угол наклона экрана 180 градусов. Вышел Lenovo Legion Y530 в 2018 году. И некоторые уже успели его назвать лучшим игровым ноутбуком до 1000 долларов. Стоимость в 280 тысяч не делает этот ноутбук каким-то супердорогим, с учетом, конечно, его внутреннего мира. Вес этого ноутбука 2 килограмма 300 граммов, что делает его среди других игровых ноутбуков очень легким. Буквально перышко. Взял такой, закинул себе в рюкзак, ходи, плечи не болят, не отваливаются. А в итоге у тебя с собой клевый игровой ноутбук. Экран расположен не у самого края. Вы видите, вот тут есть небольшой отступ. Интересное решение. Если вы будете искать в магазине какой-то ноутбук, то он точно привлечет ваше внимание. Я сыграл Ведьмака на разных настройках, и вот какие данные получились. На ультрах получал 24-26 фпс. Высокие настройки выдавали 32-35 кадров в секунду. На средних настройках получалось 35-42 фпс. Ну и низкие настройки выдавали комфортные 45-50 фпс. Я знаю, что некоторые требовательные или плохо оптимизированные игры неплохо так греют ноутбуки. И многие системы охлаждения с этим просто не справляются. Но здесь все достаточно неплохо. Смертельный номер. Сейчас мы будем пытаться играть на ноутбуке, как на ноутбуке. То есть без наушников, вообще без чего-либо угодно. Просто использовать ноутбук, тачпад и его колонки. Звук, кстати, хороший. Я слышу по музыке из КС. Звук, тачпад и его колонки. Реакция Мангуста. Рука профессионала. Просто он ни разу в меня не попал. Он, по-моему, тоже с тачпада играет. Там тоже кто-то сидит, обзор снимает, походу. Я хотя бы слышать буду. Чувак. Ладно. Будем считать, ему чисто повезло. Я отвечаю. Тут тоже тачпад играет. Окей. Ну, кстати, на изображение грех жаловаться, по идее. Меня все устраивает. Кроме того, что у меня нету мышки. Господи, изи и Наташу, и Меган Фокс забрал. Или кто это там, Мега Фокси. Голова. Нет, 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 товарищ. Сейчас у меня заработает тачпад. Окей. Вообще просто. 16 киллов, 19 смертей с тачпада. Поиграли на этом ноутбуке мы примерно 2 часа в активном режиме. И спустя 2 часа у него осталось еще 11% зарядки. От игрового ноутбука ты не ожидаешь, что он будет работать 10 часов без зарядки. При этом вы будете спокойно играть. Нет. Ты берешь этот ноутбук, куда приходишь, туда подключаешь розетку. И сидишь, катаешь на челе, кайфуешь. Но тем не менее, 2 часа, хороший результат. Лично мне ноутбук понравился. И оказывается, на ноутбуках действительно можно играть. Если тебе он тоже понравился, ищи его по ссылке в описании. А если тебе понравился наш обзор, ставь лайк и рассказывай друзьям. Увидимся в игре. До скорого. Какой я получаю кайф. Обращаю внимание на себя порты, расположенные сзади, а не сбор. Я привык, что когда я за ноутбуком, все под рукой и никуда тянуться не нужно, чтобы... Я за ноутбуком, все под рукой и никуда тянуться не нужно, чтобы... Я за ноутбуком, все под рукой и никуда тянуться не нужно, чтобы... Я за ноутбуком, все под рукой и никуда тянуться не нужно, чтобы... Я за ноутбуком, все под рукой и никуда тянуться не нужно, чтобы... Я за ноутбуком, все под рукой и никуда тянуться не нужно, чтобы... Я за ноутбуком, все под рукой и никуда тянуться не нужно, чтобы...